Аккумуляторные болгарки Аккумуляторные болгарки Далее есть дополнительная рукоять, которую можно закрепить как с правой, так и с левой части Есть плавный пуск, есть остановка двигателя Отсутствует регулировка оборотов Резьба М14, диск 125, посадочное гнездо 22,2 мм Далее простомер И он у нас тоже щеточный То, что синим пластик, то, что черным обрезиненная часть По сравнению с Bosch рукоять обрезинена практически на 360 градусов Вес болгарки 2 килограмма 102 грамма Вес аккумулятора 603 грамма В комплекте у нас идет кожух Он у нас крепится с помощью быстрой съема Далее идет рукоять, но по сравнению с Bosch она крепится в трех положениях Как справа, так и слева, а также с задней части Далее все как и у Bosch Есть плавный пуск, есть быстрая остановка диска Далее отсутствует регулировка оборотов Резьба М14, диск по сравнению с Bosch уже 115, меньше И посадочное гнездо такое же 22,2 мм Следующим у нас идет WorkPro За те же самые деньги он у нас уже бесщеточный То, что серым, зеленым у нас пластик То, что черным обрезиненная часть Обрезинена практически полностью рукоять А также нижняя часть аккумулятора Вес болгарки 2 килограмма 168 грамм Вес аккумулятора 711 грамм В комплекте у нас уже два кожуха Есть открытый, есть закрытый Оба на быстросъеме Далее есть дополнительная рукоять Крепится так же, как и у простомера В трех точках Но единственное но Она здесь виброгасящая Остальное так же, как и у всех Есть плавный пуск, есть быстрая остановка диска Отсутствует также регулировка оборотов Диск здесь самое главное 125 Еще одна интересная особенность Если поставить три болгарки вместе То мы видим, что Bosch можно без проблем Поставить под 90 градусов То есть попилил, поставил И без проблем она никуда не упадет А вот WorkPro и простомер Их поставить не получится Потому что аккумулятор Их идет со скосом Далее еще одна особенность Это рукоять В общем, так же фотографии Сейчас видите с обоих сторон В общем, WorkPro держать в руках Гораздо удобнее Потому что рукоять гораздо тоньше Теперь погнали по характеристикам Здесь их не просто озвучивают А проверяют на деле Первым делом, как обычно У нас будут обороты Данные болгарки без регулировки оборотов В общем, поэтому все три Сегодня участвуют в одном обзоре У нас будет два параллельных проекта Получается болгарки с регулировкой оборотов Болгарки без регулировки оборотов В общем, разделить это все дело Либо же объединить в одно Об этом напишите в комментариях Что вы об этом думаете Но о самих оборотах Если говорить про Bosch То здесь все, как обычно, печально Что с шуруповертами Что с болгарками Примерно одно и то же Смотрите, у меня есть Несколько видов подобной болгарки Есть старые варианты Есть новые варианты Внутрянка один в один Но если посмотреть бирку старой То там написано Максимальные обороты 10 тысяч Если посмотреть на бирку новый То там почему-то При всем том же самом Стало 11 тысяч Но у нас есть прибор Мини-тахометр Давайте припроверим Сколько на самом деле А на самом деле 9600 Простой мир На бирке написано 9000 оборотов Если перепроверить С помощью нашего прибора То окажется меньше 8800 Воркпро На бирке написано 7500 А если проверить с помощью прибора То чудо какое-то Оборотов оказывается больше 8250 Итоги по оборотам У Bosch Что у нового Что у старого Обороты одинаковые То есть обороты он по факту Увеличил просто на бумаге Но несмотря на это Если говорить в целом То Bosch Самая оборотистая болгарка По WorkPro Что хочу сказать Приятно удивил Далее попытаемся Измерить емкость Аккумуляторной батареи Либо же по простому Посмотрим На сколько резов Хватает болгарки При полностью заряженном Аккумуляторе Резать будем Полнотелый квадрат Со стороной 12 Но есть одно но Bosch WorkPro Батарея у нас 4 ампера А вот у простомера Всего лишь 3 В общем давайте посмотрим Что у нас из этого получилось Bosch на одном заряде батареи Смог сделать 39 пилов После этого полностью разрядился В районе мотора Он нагрелся Порядка 39 градусов В районе аккумулятора 60 градусов Простомер на одном заряде батареи За первый заход Смог сделать 28 резов После этого болгарка У нас нагрелась В районе моторчика 42 градуса В районе аккумулятора 58 В общем остудили И смогли после этого Сделать еще 5 резов Итога 32 реза WorkPro На одном заряде батареи За первый заход Смог сделать 31 рез После этого тоже нагрелся В районе моторчика 47 градусов В районе аккумуляторной батареи 48 Также остудили И после этого сделали Всего лишь 2 реза И общее количество 33 Итоговая таблица По пилам Сейчас перед вашими глазами Туда также добавил Предыдущие экспонаты То есть болгарки С регулировкой оборотов Короче у нас есть Отдельная графа Где написано Щеточный, бесщеточный движок Регулировка оборотов И отдельная графа Если бы у нас болгарки Были бы с одинаковыми аккумуляторами Потому что У Дека и Простомер Они трешки У остальных четверки Короче смотрите С одной стороны Простомер у нас И WorkPro Примерно одно и то же 32-33 Но если сделать Математические вычисления То по факту Простомер будет Гораздо интересней Цены на инструменты В последнее время меняются Но многие из вас знают Что для своих обзоров Я стараюсь выбирать Только выгодные варианты И в этом деле Мне очень часто помогает Кэшбэк сервис Мегабонус К примеру Данные болгарки Продаются на Алиэкспресс Простомер стоит Простомер стоит около 5000 рублей А вот WorkPro Около 6 А самое интересное Что на Мегабонус Недавно повышенный Кэшбэк на Алиэкспресс Составлял до 30% А это означает Что с потраченных 11 тысяч рублей Я мог без проблем Сэкономить 3 В общем Чтобы не пропустить Алиэкспресс Регистрируйтесь на Мегабонус И следите за магазинами С повышенным кэшбэком Потому что они меняются Регистрация на Мегабонус Очень простая И повторюсь Магазины с повышенным Кэшбэком Постоянно меняются Из актуального Сейчас повышенный кэшбэк В магазины одежды Твое А вот недавно Были все инструменты А до этого У нас был Деволт И мне повезло Я воспользовался Этими акциями Мегабонус работает В более чем В 3000 разнообразных Магазинах и маркетплейсах А это означает Что вы покупаете Там где это вам Реально выгодно Есть также Программа лояльности Чем больше покупаешь Тем больше кэшбэк А для подписчиков Моего канала Будет доступен промокод Который дает Повышенный кэшбэк Активировать его можно на сайте Либо же перейдя По QR-коду Который вы сейчас видите На экране Либо же перейдя По ссылке Которая находится в описании В общем Переходите Регистрируйтесь Это реально полезный сервис Который помогает экономить Следующий тест У нас измеряет два параметра Это Мощность и защита двигателя В общем Все достаточно просто Есть весы К ним приделан кусок металла Далее На болгарку Ставится диск для шлифовки И Пытаемся давить на болгарку До тех пор Пока защита не сработает Бош Сделали 4 измерения Самый максимальный Оказался 4,5 килограмма Простомер Сделали также 4 измерения Самая максимальная 3,8 килограмма Воркпро Также сделали 4 измерения Круг остановился При максимальном весе 3,7 килограмма Итоговая таблица По давлению Сейчас перед вашими глазами Туда я также добавил Предыдущих экспонатов Здесь я хочу заметить Одну интересную закономерность В общем Результаты Меньше 4 килограмма Означают Что при пилении Ты будешь испытывать Недостаток мощности Все это я испытывал Когда делал тест На емкость аккумуляторных батарей То есть Дека Простомер Воркпро И тому подобное Если результат Выше 4 килограммов То вот этой недостачи Мощности По сути Не испытываешь Но кто-то Как обычно Скажет Что шлифовка Одно А вот пиление Совершенно другое Поэтому давайте Попробуем попилить У нас есть интересный стенд С одной стороны У нас идет болгарка С другой стороны Крепится груз И тянет болгарку С одинаковым усилием В общем Давайте посмотрим Что у нас из этого получилось При одинаковом весе В 3 килограмма Все болгарки Без проблем Смогли отпилить арматуру На скорость Здесь на мой взгляд Влияют два параметра Это мощность И обороты При этом у Бош Они самые большие Смоглипы Смоглипы При весе в 4 килограмма Все справились Кроме простомера Он сдох Далее повесили 5 килограмм И здесь не справился Ни Бош Ни Ворк Про Для тех Кто смотрит в первый раз Самый максимальный вес Мы достигли В тесте у нас Сравнение Филисати и простомера Который у нас С регулировкой оборотов Там простомер С максимальным весом 8 килограмм Смог без проблем Отперить арматуру Итоги данного теста Я думаю вам понятны Но есть ложка дегтя Для Бош Короче смотрите Первое Это то что Небольшая разница Между дорогой И дешевой болгаркой То есть простомер И Бош Примерно одно и то же Но Есть еще второе но Смотрите У Бош Нету защиты двигателя Первое Где это заметил В тесте на давление То есть я давлю А разницы то по сути Парни никакой нет Далее в этом же тесте На весы Получается его заклинило Я пытаюсь освободить У нас арматуру А у нас диск Продолжает вращаться С одной стороны Это конечно же Небезопасно А во вторых Бош у нас без проблем Когда его заклинит Может сгореть В следующем тесте Я решил посмотреть У кого быстрее Останавливается диск При этом нужно не забывать Что здесь решающую роль Играют конечно же Обороты Но все таки Для интереса Давайте посмотрим Как это дело выглядит Еще один интересный тест В общем на биение вала Смотрите Если на все три болгарки Поставить одинаковый диск 0.8 мм То на первый взгляд На мой взгляд Особой разницы то и нет Может быть на чуть-чуть У Бош эта линия прям четкая У остальных Чуть-чуть по бокам Что-то чувствуется Но Стоит попробовать Сделать рез То разница у нас Получается колоссальная Фотографии сейчас видите Смотрите Первый у нас Ворк Про Далее идет простомер И далее Бош Бош практически чисто отрезал В процессе работы Болгарка Либо же перфоратор Многие из вас замечали Что руки начинают пружинить Связано это с вибрацией Мы измерять ее будем С помощью прибора Называется он виброметр Измеряет три показателя Виброускорение Виброскорость Виброперемещение Измерять будем Не как все С помощью щупа Я попытаюсь Воссоздать Грубо говоря Хват рукой Начнем мы с виброускорения Это основной параметр Который связан С самой причиной Либо же телом вибрации В общем измеряется Он по моему Метр разделить На секунду в квадрате Запредельные показатели Негативно влияют На мягкие ткани Вплоть до разрушения Бош 70 Простомер 101 Воркпро 37 Виброскорость Как я понял Это длительность вибрации Либо же Насколько глубоко Она проникает В мягкие ткани В общем Измеряется она Сантиметр на секунду Бош 2.8 Простомер 1.9 Воркпро 1.44 Виброперемещение Достаточно просто Насколько все это Двигается Измеряется В микрометрах Бош 72 Воркпро 39 Простомер 34 Какие итоги По данному тесту Можно сделать Во-первых Бош провалил этот тест Но на мой взгляд Провалил он его Всего лишь по одной причине Потому что Если посмотреть на китайцев То на рукояти У них гораздо больше Обрезинки Рукоятки у них Грубо говоря На 360 Обрезинены А у Бош Обрезинка Только с одной стороны А наверное 70% Болгарки Это просто Голый пластик Далее мы продолжаем Наши эксперименты С изолентой У Воркпро Ручка Виброгасящая Вешаем наш прибор И замеряем Вибрацию Виброускорение 52,6 Виброскорость 3,95 Виброперемещение 135 Далее берем Обычную ручку Вешаем прибор И смотрим Что у нас получится Виброускорение 58,9 Виброскорость 4,33 Виброперемещение 142 Что из этого эксперимента Мы видим Что виброгасящая ручка Лучше чем обычная Но Для интереса Давайте возьмем Изоленту И попробуем Намотать ее На обычную ручку Станет ли лучше В общем вешаем прибор И смотрим Что получается Виброускорение 32,8 Виброскорость 2,43 Виброперемещение 85 В общем Неооруженным глазом Видно Когда ничего нет Наматываешь Изоленту И она работает Следующий тест Измерим Звуковое давление Либо же Насколько болгарки Шумные У нас есть прибор Расстояние его Будет болгарка И давайте посмотрим Что у нас из этого Получилось Бош 86 децибел Простомер 80 децибел Ворк про 80 децибел То есть китайцы Значительнее Тише чем Бош У каждой болгарки На батарее Находится индикатор Заряда этой батареи Теперь как обычно Посмотрим то Что у нас Находится внутри Начнем как обычно С аккумуляторных батарей Ворк про Бош Простомер Первым делом Фотография плат Как они выглядят Далее у нас идут банки Первым у нас идет Ворк про Фотографии сейчас видите Санпауэр Айнер 8650 В принципе брендовые банки Далее Бош Фотографию Также видите Саньо Последним у нас идет Простомер Фотографию Также сейчас видите Куиксин ICR 8650 Тоже брендовый Китай Еще что хочу отметить Это крепление редуктора У Бош Здесь основание Квадратное Можно поставить его В любую сторону Без проблем То есть Повернул как надо И закрепил Если говорить про Ворк про Здесь основание Получается прямоугольное Можно поставить его Только заменив На 180 градусов На 90 Ничего не получится Отверстия Не совпадут У Простомера Один в один То есть Сами видите И впервые Такое вижу До этого все Болгарки были квадратные Теперь сами болгарки Ворк про Бош Простомер В общем первое В чем я очень сильно ошибался То что Ворк про Это у нас Бесщеточный Но по факту Такой же Как и все по двиглу Видите Это щеточная болгарка Но почему-то Мне казалось Что на сайте Я видел Что она была написана Что бесщеточная Ладно Начнем с самого движка Первая фотография Ворк про Далее у нас идет Фотография Бош и фотография Простомер Если брать Китайцев То двигло Одинаково 885 С Далее Если посмотреть На бош То двигло Немного Отличается По размеру Все три Одинаковые Но из отличий Смотрите У бош Выносные щетки Все четыре Можно поменять У китайцев Они внутри Находятся Далее По охлаждению Смотрите Здесь у Ворк про Находится Снаружи Здесь Простомер Также У бош Также есть Охлаждение Снаружи Но и в самом Двигле Есть еще Один вертел Далее Сам подшипник У китайцев Он у нас Открытый У бош Есть колпачок Кнопки Ворк про Фотография Кнопка Бош И кнопка Простомер По размерам Сами видите У бош Кнопка Самая большая У китайцев Они примерно Идентичные Очень маленькие Из интересного У бош Есть пыльник У китайцев Ничего подобного Нет Здесь просто Обычная Кнопка Плата Располагается Снизу У троих Но Если фотографию Сейчас посмотрите У Ворк про И бош Она залита У китайца Простомера Она просто Пустая То есть Впервые Такой вижу И для болгарки На мой взгляд Это вообще Прям громадный Минус Потому что Если будешь Работать Если посмотреть На бош Тут будет Все реально Усрано А здесь Она прям Открыта Это реально Херня По толщине Проводов Самые толстые Провода У бош У китайцев Потоньше И они Одинаковые Далее По управлению Смотрите Между кнопкой И платой У бош И ворк про Есть Провода управления А вот У китайца Простомер Ничего нет Здесь Реальная Минимализм Еще Из интересного У ворк про Очень много Быстросъемов И опять же Они закрыты Колпачками У нас Двигло На быстросъеме У нас Плата На быстросъеме Если говорить Про бош У нас есть Быстросъемы Но на кнопке Между двиглом И кнопкой У простомера Тут нет Ни хрена То есть Все на пайке Теперь редуктор Бош Прямая Что одна Что другая Смазки Достаточно много Простомер Косые Что одна Что другая Смазки В принципе Нормаль Ворк про Косые Что одна Что другая По смазке Сами видите Вообще Прям очень сильно Пожалели Надо добавлять Сами шестерни Крепятся С помощью двух винтов Как они выглядят Смотрите Ворк про Либо простомер Разницы никакой нет Шестерни выглядят Таким образом Бош Сами видите По размеру Сами оцените По способу крепления Здесь стопорное кольцо Здесь я так понял Она летая Итоги выше увиденного А также мое мнение В общем все достаточно просто Если говорить про бош То меня он разочаровал В нем нету защиты двигателя За такие то деньги А на секундочку Бош стоит дороже Чем эти два китайца Вместе взятые А если брать по отдельности То разница между бош И китайцем В три раза То есть В три И по сути Если посмотреть Во внутрянку Посмотреть на цифры Которые он показывает При работе Я не заметил Этой разницы В три раза Зачастую Разницы в два раза То и не было Согласны вы с этим Не согласны Напишите в комментарии Если брать Болгарка Мне вообще не понравилось Мне вообще не понравилось Особенно из-за внутрянки По мне так полное говно Если говорить В целом То как платформа Бош конечно же Интереснее Здесь спорить глупо Потому что Все что есть у Бош Китайцам просто даже не снилось Поэтому Как инструмент В целом Придется брать Бош И мириться с тем Что у него есть минусы В общем Согласны вы с моим мнением Не согласны Пишите об этом Конечно же в комментарии После ролика Обсудим Но Если ролик оказался Интересным Либо же полезным Отблагодарить нас Достаточно просто Лайк Репост Подписка Комментарии И тому подобные Простые действия От вас требуется Всего лишь клик А этот клик Помогает нашему каналу Расти И делать все больше Интересных и полезных Видео Также есть Дополнительные соцсети Которые я все таки Пытаюсь развивать Это Дзен Вконтакте Рутуб Телеграм Короче все ссылки В описании И опять же Ссылка на спонсор Переходите Пользуйтесь Спасибо за просмотр И до новых встреч